ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Счет открывает команда Бейбарыс. Было очень много моментов у команды Горняк для того, чтобы открыть счет. Еще один момент. Захар Захаров был на ваших экранах. Но вот против заброшенных шайб в свои ворота был Дмитрий Языкин. Вся команда Бейбарыс также оборонялась. Но Горняк играл в первом периоде первым номером. Оскар Юл Борисов здорово заложил вираж. Выполнил бросок. Еще и еще Горняк старался идти вперед, старался создавать опасные моменты. Но вот, к сожалению, во втором периоде мы с вами заброшенных шайб не увидели. Довольно равный был второй период. И статистика нам об этом также говорит. По 11 бросков оба коллектива друг другу нанесли. Захар Захаров, передача Платонов. И здесь великолепный сейп Дмитрий Языкин. Еще разок насладимся этим моментом. Платонов, Языкин, победитель из этой дуэли, выходит победителем. Подножка здесь. Скатов оказался на льду. Кунишников. Опасный момент. Мог добавить Волги. Но Владислав Нурек также был против для того, чтобы шайба в створ ворот проникла. Немного удаления было сегодня по ходу всей игры. Довольно дисциплинированно команды старались отыграть сегодняшний матч. Прекрасно понимали, что удаление дорогого стоит. Но вот опасный момент уже в исполнении Вячеслава Шарипова мы с вами видели. Имел возможность Вячеслав отличиться, но переиграть Дмитрия Языкина не получилось в этом моменте. Но зато здесь здорово забрасывает в шайбу Анатолий Шишов. Данила Платонов, Захар Захаров ему в этом ассистирует. Таким образом Горняк сравнял счет. Это уже третий период. Да, здорово Захар Захаров передачу перехватил в средней зоне. Далее уже, конечно же, Данила Платонов, Захар Захаров также помогли Анатолию Шишову. Ну вот, дорогие друзья, таким образом счет был... сравнялся счет. Ну а здесь заброшенная шайба Айдара Галимова. Эта шайба была заброшена в меньшинстве. И те слова, что Горняк умеет и знает, как забрасывать в меньшинстве, подтвердились. Сергей Лазарев, Оскар, Юл Борисов ему в этом ассистировали. Зыкин капитулирует в этом моменте. Ну и стало, конечно же, понятно после этого, что подопечные Артема Владимировича Аргокова сейчас устроят финальный штурм. Так оно и получилось. Бейбарыс нагнетал в завершении третьего периода. Зыков створ ворот покинул. Однако вот в этом эпизоде Денису Скатову забросить не удалось. Ну и вы сами все видите, насколько рад сам Владислав Нурек, как рады партнеры по команде. Очень тяжелая игра, но очень и очень интересная. Таким образом вывеска сегодняшнего дня себя оправдала. Статистика на ваших экранах сегодня, она ярко подтверждает тот факт, что Горняк по этой игре сильней, нежели команда Бейбарыс. В любом случае, завтра состоится еще одна игра между этими коллективами в 19.00. Но, а на сегодня уже все. Счет на табло и на ваших экранах уже не изменится. Болейте за свою любимую команду, любите хоккей, помните, хоккей лучшая игра на льду. До новых встреч, пока-пока, удачи, до скорого.